Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем путешествие в завораживающий мир музыки. 18-й мек в истории музыки принято условно разделять на первую половину поздняя барокко и вторую половину классицизм. Композиторы 18 века до сих пор популярны, о некоторых из них сегодня мы поговорим. Антонио Вивальди. Великий итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер, католический священник. Вивальди считается одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства 18 века. Он при жизни получил широкое признание во всей Европе. Вивальди является основателем жанра сольного инструментального концерта, оказавшего влияние на развитие скрипичной техники. Отец композитора был знаменитым музыкантом. Именно он стал первым учителем музыки у маленького Антонио. Вивальди хотел стать священником, но после того, как он в разгар проведения мессы удалился в другое помещение записать, пришедшую ему в голову мелодию его решили отстранить от службы. Согласно найденным документам, свои первые произведения автор написал еще в 13-летнем возрасте. Любопытно, что Вивальди был знаменит как композитор, способный за пять дней создать трехактную оперу и написать массу вариаций на одну и ту же тему. Какое-то время композитор работал дирижером хора в церковной консерватории, он имел превосходные вокальные данные и даже давал уроки вокала. Работая в театре, Вивальди сочинял оперы, после чего самостоятельно ставил их на сцене. За свою жизнь композитор создал 90 опер, более 100 сонат и 517 концертов. Незадолго до смерти Антонио Вивальди был забыт публикой. Он ушел из жизни одиноким и нищим человеком. Пройдет около двух веков, прежде чем будут обнаружены его гениальные произведения. Людвиг Ван Бетховен. Великий немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель венской классической школы. Бетховен – ключевая фигура классической инструментальной музыки в период между классицизмом и романтизмом. Он писал во всех существующих в то время жанрах, таких как опера, музыка к драматическим спектаклям, хоровые сочинения и другие. Самыми значительными в его наследии считаются инструментальные произведения. Играет музыка Любовь к музыке у Бетховена проявилась благодаря его отцу, который всячески стремился развить талант у своего сына. Еще в раннем возрасте Бетховен освоил игру на клавесине и скрипке. Людвига никогда не беспокоил его внешний вид. Вследствие этого он нередко появлялся в обществе неряшливым. Известен факт, что как-то Бетховен остановил свой концерт после того, как некоторые зрители начали между собой общаться. Для композитора это было неприемлемо. А при первой встрече с императрицей Бетховен вместо низкого поклона перед ней едва коснулся головного убора. Он был убежден, что князей-то много, а Бетховен на земле только один. Композитор полностью потерял слух в возрасте 27 лет. Тем не менее, он продолжал сочинять музыку. Интересен факт, что Бетховен являлся сторонником Великой Французской революции. Однако, когда Наполеон решил объявить себя императором, он сильно разочаровался в этом человеке. А глохнув, композитор общался с собеседниками при помощи тетради. После прочтения записей он отвечал людям вслух. Свои знаменитые популярные произведения автор написал, будучи уже глухим. Споры об истинной дате рождения гениального музыканта ведутся и по сей день. Томмазо Альбинони Венецианский композитор и скрипач эпохи барокко при жизни был известен главным образом как автор 50 опер. Однако, в настоящее время пользуется известностью и регулярно исполняется его инструментальная музыка, особенно его знаменитая адажу. Венецианский композитор Чтобы хоть немного разобраться в странной истории создания адажев, необходимо несколько слов сказать о Томмазо Альбинони, который родился в 1671 году в семье богатого венецианского торговца. Проявившиеся с раннего детства незаурядные музыкальные способности помогли мальчику успешно заниматься вокалом, а также осваивать скрипку. В возрасте 23 лет Томмазо серьезно занялся композицией, а в 1709 году, после кончины отца, решил полностью связать свою жизнь с музыкой. Альбинони оставил после себя довольно богатое творческое наследие. После смерти композитора его неопубликованные личные архивы попали в Саксонскую государственную библиотеку в Дрездене. В этом же году итальянский музыковед Ремо Джадзотто решил написать биографию Альбинони и систематизировать его сохранившиеся неопубликованные работы. Сперва написал книгу, а спустя 4 года оповестил о том, что нашел фрагмент ранее неизвестного произведения Альбинони – отрывок, который был определен как часть сонаты, включал в себя всего несколько тактов. Музыковед заверил всех, что обязательно воскресит сочинение Альбинони, которое якобы датировалось 1708 годом. А в 1958 году Ремо Джадзотто опубликовал «Соль минорная адашу». Под сочинением музыковед подписался собственным именем. Не успев появиться, на произведение обрушилась лавина популярности. Сочинение обрело такую известность, что в конце своей жизни Джадзотто, вероятно, поняв финансовую выгоду, поведал совсем иную историю возникновения Адажио. Он рассказал, что никакого фрагмента сонаты Альбинони не было, что он сам сочинил это гениальное произведение, и теперь весь мир должен об этом узнать. Примечательно, что в отличие от других классических произведений Адажио, Альбинони по-прежнему сохраняет авторские права. Профессор умер в 1998 году, а это означает, что Адажио «Соль минор» не станет достоянием общественности аж до 2048 года. Я очень рада нашему с вами общению. Сейчас на экране вы видите мою электронную почту, на которую можно писать, я обязательно вам отвечу. До новых встреч!